Встреча с новоизбранными депутатами 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 Союза. Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Лант и Ангела Меркель также обсудили ситуацию в Донецкой и Луганской областях и повторно призвали боевиков к немедленному прекращению огня при мониторинге и верификации ОБСЕ. Договорились, что урегулирование конфликта должно быть достигнуто сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно в контексте псевдовыборов, которые запланированы террористами на Донбассе на 2 ноября. Парламентская Ассамблея Совета Европы не признает эти псевдовыборы, организованные боевиками в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявила председатель ПАСЕ Ан Брасер. По ее словам, псевдовыборы, назначенные на 2 ноября, нарушают минский протокол и реализацию соглашения о перемирии. В ПАСЕ согласились, что эти выборы будут являться нелегитимными и мир их не признает. Кроме этого, Брасер призвала российские власти придерживаться своих обязательств по минским соглашениям и не признавать результаты голосования, организованного террористами на Донбассе. Министерство финансов Украины, Нацбанк и Нафтогаз Украины начнут оплату российского газа. Соответствующее поручение дал премьер Яценюк в ходе заседания антикризисного энергетического штаба. По словам премьера, в соответствии с подписанным трехсторонним протоколом между Украиной, ЕС и Российской Федерации, наша страна готова к процедуре финансовой оплаты как полученного топлива, так и для дополнительной закачки природного газа до конца года. Международный валютный фонд и Евросоюз готовы предоставить Украине финансовую помощь для закупки российского газа и погашения задолженности. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. Дипломат заверил, что ЕС принял ряд финансовых программ, которые позволят Украине приобрести 4 миллиарда кубов газа. Он также отметил, что российская страна готова предоставить Украине скидку на топливо в размере 100 долларов за тысячу кубов. Поэтому цена на энергоресурс до марта 2015 года будет фиксированной и составит 385 долларов за тысячу кубометров. Украинская сторона, в свою очередь, пообещала погасить долг в 3,1 миллиарда долларов перед Россией до конца года. Представители Евросоюза поприветствовали достижение договоренностей по газовому вопросу. Они вырезали надежду, что все стороны будут полностью соблюдать условия достигнутого соглашения. Преимущество для Украины это то, что она подтвердила себя надежным партнером Европы. Я уверен, программы помощи МВФ и Евросоюза будут правильно использованы Киевом для того, чтобы оплатить открытые счета по газу. Эти решения, которые мы приняли, обеспечат как энергетическую безопасность Украины, так и безопасный транзит газа в страны Евросоюза. Газпром готов возобновить поставки газа в Украину в течение 48 часов. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер. По его словам, сейчас этот вопрос зависит от предоплаты и погашения первой части долга в размере 1,4 миллиарда долларов. Он также добавил, что украинская сторона не исключает возможности увеличения закупок газа до конца года, превышающих заявленные 4 миллиарда кубов. Подписанный сторонами документ предусматривает поставки энергоресурсов лишь на зимний период. Один украинский военный погиб, еще четверо ранены за минувшие сутки в зоне АТО. Об этом сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. Он отметил, что боевики увеличили количество обстрелов и диверсий против украинских военных. Так, в Донинском аэропорту и в районе Авдеевки и систем залпала огня, минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия террористы семь раз открывали огонь по позициям украинских военных. Продолжаются обстрелы под Дебальцево и поселком Тоненькое. Кроме этого террористы обстреляли позиции села АТО в районе населенных пунктов Никишина, Углегорск, Ольховатка, Майорских, Красногоровка, Николаевка в Донецкой области, а также близ населенных пунктов Сокольники, Трехизбенка, Счастье, Крымское, Золотое, Миос, Новогригорьевка, Попасная, Чернухина в Луганской области. Андрей Лысенко также сообщил, что в четверг удалось освободить из плена боевиков одного украинского бойца. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского актера Михаила Пореченкова за участие в терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что МВД открыла уголовное дело в отношении актера, который стрелял по позициям украинских военных в Донецком аэропорту. Въезд в Украину ему закрыт, и он будет объявлен в розыск. Накануне вечером в сети появилось видео, на котором во время визита в самопровозглашенную ДНР Пореченков стрелял из крупнокалиберного пулемета по украинским солдатам в аэропорту Донецка. Союз журналистов Москвы судил использование каски пресса актерам Пореченковым в военных действиях против украинской армии в Донецке. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БТБ заявила Людмила Щербина, первый секретарь Союза журналистов Москвы. Она назвала такие действия заместителя председателя Союза кинематографистов России, которым является Пореченков, безответственностью, поскольку такой поступок представляет угрозу для жизни профессиональных журналистов. Мы глубоко осуждаем поступок актера Пореченкова, потому что этот поступок ставит под угрозу, во-первых, жизни наших коллег, а также все усилия, которые предпринимает Союз журналистов Москвы по защите журналистов, работающих в зоне боевых действий или военных конфликтов. Зачастую именно каской бронежилет с надписью пресса, который использовал Пореченков, является единственным средством защиты от гибели журналиста. И поэтому мы призываем коллег из Союза кинематографистов дать оценку и осудить безответственные действия Михаила Пореченкова. Это просто безответственный поступок гражданина и актера. Украинскую летчицу Надежду Савченко этапируют обратно в СИЗО. Об этом сообщают адвокаты украинки в Твиттере. Из клиники судебной психиатрии имени Сербского ее поместят в тюремную камеру. По словам адвокатов-летчицы, украинка была признана вменяемой. Кроме того, Басманный суд Москвы перенес рассмотрение жалобы адвокатов Савченко на отказ следователя привлечь к делу адвокатский опрос свидетелей на 7 ноября. Напомню, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в Воронежском СИЗО. Потом ее перевели в Москву для проведения психиатрической экспертизы. И пока на этом все. Еще увидимся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»